Мы сегодня с вами собрались дочитать мою книжку, потому что уже в личку меня достали люди, где выложена такая глава, где выложена такая глава. 8 глав уже лежат на ютюбе и сегодня 9, условно наша 9 часть, 9 чтение, я бы даже так сказала, а не глава. Сегодня мы с вами дочитаем наконец-то мою книгу. Ура! А то уже смотрю, карантин заканчивается, а книга все еще осталась. Я сейчас ушла в чтение, в практике и во все, и честно говоря, читаю по книге в день. Вот, я уже думаю, это может мне вслух надо было начать читать все книги, но они такие достаточно сложные, поэтому приходится их переваривать, пересказывать себе в голове, понимать, накладывать и так далее, и так далее. 7-8 глава уже есть, они лежат в ютюбе. В ютюбе сегодня выложила восьмую, так что все открыты, полный плейлист с первой по восьмую. И сегодня у нас будет 9 глава, она тоже появится в ютюбе, таким образом вся книжечка будет там. В IGTV тоже буду выкладывать, возможно вечерком выложу. Давайте, значит, будем с вами начинать, чтобы время сильно не томить, а потом в конце, если у нас что-то остается, мы с вами поболтаем, окей? Итак, мы с вами остановились, глава, которая называется «Природа страха». Больше всего в своей жизни я боялась изменений. Это очень сильно тормозило мое развитие, но я не знала, что мне с этим делать. Такую модель я переняла от своих родителей, которые годами не приступали к ремонту, ждали лучших времен, ездили на отдых в одно и то же место и даже не разводились, при этом не живя вместе больше 10 лет. Но это касается уже моего отчима. Первый мой завист произошел в группе Гавана, в которую я попала в 18 лет и только в 25 смогла с ней расстаться, и то по причине распада. Я отлично знаю, что такое страх и как непросто сделать этот шаг. Эту эмоцию я переживала как в личных отношениях, встречаясь с тем, кто даже в подметке мне не годился, так и во всех остальных аспектах. Что я могу сказать о страхе? Первое, что я понимаю, это то, что делать впервые что-то, когда ты не привык к изменениям и не сделал их частью жизни без поддержки со стороны, почти невозможно. Для меня это было так. И сейчас я вам могу сказать, почему так происходит. Потому что наше окружение это то, что формирует нашу среду обитания и наши убеждения. То есть те мысли, которые мы думаем, то, что мы обсуждаем, потому что наши мысли, они у нас как бы с одной стороны входят, с другой выходят. И как правило тот круг людей, с которыми мы общаемся, он и формирует наше окружение и наши убеждения. И они у нас подходят друг к другу. То есть мы вместе считаем, что там, например, нельзя заработать много денег, что по выходным нужно там тусить. То есть у нас есть некий схожий круг наших мыслей. Мы поэтому и тусим вместе, потому что мы друг друга понимаем, что называется мы на одной волне. Но только вопрос в том, что чаще всего это та волна, которая очень сильно ограничивает. Ведь мы с вами знаем, что для того, чтобы, например, наши мышцы росли, нам нужно увеличивать количество подходов, нам нужно увеличивать вес, нам нужно все время идти и стремиться вперед. Вот в жизни происходит точно так же. Для того, чтобы мы могли двигаться дальше, нам нужно все время стремиться вверх. Нам нужно, как только мы становимся самыми классными в своем круге, в своей тусовке, нам нужно срочно менять этот круг и идти туда, где мы будем хуже. Потому что только окружение топовое, которое лучше вас, оно дает возможности вам вырасти, оно дает возможность вам сделать скачок. А когда вы об этом даже не думаете и вы варитесь и вы типа радуетесь тому, что вы такой классный у себя, там знаете, лучший парень на селе, вот все девчонки вас любят, все вас желают, обожают, вы там зарабатываете какие-то свои деньги и типа все, то роста здесь не будет. Для того, чтобы был рост, нужно стать в позицию неудобно. Вот только неудобно дает нам расти. Так всегда происходит. Поэтому богатые, успешные люди, они все время делают себе выше планку, выше планку. Постоянно ее поднимают. Ты вроде бы пришел, другие на тебя со стороны смотрят и говорят, вау, как классно, у тебя все есть. А ты уже такой, да ну, не очень все есть. И это не значит, что ты недоволен, это значит, что внутренне ты должен быть благодарен за то, что у тебя есть обязательно, но внутренне ты должен свою планку повышать. Это такой вызов себе. Тогда ты имеешь возможность расти. Я на тот момент очень сильно боялась каких-либо перемен вообще в принципе. То есть мне было очень страшно. Я только-только где-то приживалась, только как бы чувствовала себя как-то и мне очень было страшно это потерять. Хотя на самом деле, по факту, ничего такого суперкрутого со мной в жизни не происходило. Но мне казалось, что мне нужна поддержка, что мне необходимо, чтобы кто-то меня поддержал. Я тогда не понимала, что каждый человек является весьма самодостаточным. И самая главная поддержка это ты сам, это твоя вера, это то, что ты хочешь, твое желание, твой огонь внутри тебя. Когда ты начинаешь двигаться, у тебя автоматически притягиваются люди, которые тебя поддерживают. А мы всегда хотим, чтобы те, кто с нами был сегодня в этом кругу, они поддерживали нас на свершение. Они не могут нас поддержать. Они наоборот, они говорят, я за тебя боюсь, я за тебя переживаю, не надо тебе ничего делать, никуда не стремись, никуда не двигайся. Тише едешь, дальше будешь. У тебя вот лучше вот эта работа есть, ты за нее держись. Родители так детям часто говорят. И за счет этого вы не можете развиваться. Но когда вы понимаете, что вы хотите вперед, вы начинаете ставить себе цели, вы начинаете притягивать новых людей, вы начинаете притягивать какие-то классные ситуации. И вы автоматически начинаете расти. Так это устроено. Все изменилось тогда, когда я познакомилась со своим мужем, заметьте, который был сильно успешный. Свободным во взглядах на жизнь, упрощающим все, что возможно и вообще не понимающим, зачем что-то усложнять и тем более бояться. Других примеров до него я почему-то не замечала. А ведь пример это главное. И я хочу, чтобы ты понимал, мой друг, вопрос не в том, чтобы найти партнера. Вопрос в том, чтобы посмотреть на тех, кто не боится. Таких людей много. Молодых, по-хорошему дерзких, уверенных. Многих из них воспитывали по-другому. Кто-то сам такой получился. Но они есть. И они среди нас с тобой. Ищи. После знакомства со своим мужем Сергеем я за несколько месяцев напрочь лишилась тех страховых ограничений, которые были у меня раньше. Такое ощущение, что я просто разрешила себе не бояться. Не готовиться к неудачам и не бояться их. Наверное, именно это и помогло мне пережить те следующие пару лет, о которых я рассказывала в начале книги. Я понимала, что изменения неизбежны. И что важно просто не бояться. Доверять и знать, что все сложится наилучшим образом. И я готова все для этого сделать. Что бы это ни было и как бы непросто это ни было. Говорят, что страх это наша защита. Что именно благодаря ему и сохраняется наш инстинкт самосохранения. Абсолютно согласна. Но в некоторых случаях это и наш тормоз, не позволяющий нам никак развиваться и менять свою жизнь. Освобождаясь от страха, мы впускаем в себя новую жизнь и новые возможности. И честно скажу, я никогда еще не сожалела о том, что перестала дружить со страхом. Запакуй его в красивую коробку и отправь тем, кто постоянно заставляет тебя опасаться и бояться. Добавь открытку, на которой напиши. Ты так его любишь, что я решила отдать тебе и свою порцию. Забирай себе весь. Можешь не верить, но после этого ты почувствуешь небывалую легкость и непременно откроешь в своей жизни новую дверь. Крутую. Природу страха в нас всегда закладывают родители, опасаясь за нашу жизнь. Не увольняйся с работы, не трать деньги, экономь. Не встречайся с этим, не пара тебе. Не разговаривай с незнакомыми на улицах, обманут. Не доверяй людям. Страшное время. Не заходи в подъезд. Изнасилуй. Так говорила моя мама. Моя мама, сама того не подозревая, буквально засеяла меня таким количеством страхов, что я по сей день не перестаю от них избавляться. Ну, уже, наверное, избавилась. И все же я это делаю, потому что хочу идти вперед и предпочитаю брать с собой более легкую и приятную ношу. Признаюсь честно, я много раз закусывала губу перед тем, как сделать что-то важное. И до сих пор порой испытываю чувство страха перед чем-то новым. К примеру, мне очень некомфортно первой идти на контакт с малознакомыми людьми. Раньше я не умела кому-то отказывать. Боялась не понравиться. Но понимаешь со временем, вообще страшно представить, что это, да, про меня. Но понимаешь со временем, когда ты начинаешь работать над собой в разных аспектах, развиваешься и растешь, тебя покидает эта неловкость. Она заменяется результатами, уверенностью, осознанием собственной ценности. Ты понимаешь, что все, чего ты достиг, это результат того, что ты преобразовал свой страх в крутые результаты. И как раз именно те люди, которые по-прежнему боятся, начинают называть тебя самоуверенным и влюбленным. Они попросту не могут простить тебе, что ты уже перешел на ту ступень, до которой он никак не могут допрыгнуть. Или допустить, что это возможно. Всякий раз, когда я прощалась с мощным страхом и делала шаг вперед, я поражалась только одному. Почему я так долго этого не делала? Почему боялась? Ведь освобождение от страха дарит нереальную свободу и энергию. И это фантастическое чувство. И поверь, я знаю это как никто другой. Ведь с некоторыми скелетами я жила десятилетиями. Простое действенное упражнение. Напиши все то, что бы ты хотел изменить, но боишься. Это может быть связано с тем, как ты выглядишь своими привычками, зависимости, отношениями, работой, не ограничивай собой. Себя. Посмотри своим страхом в лицо. Не стоит давать себе обещания расстаться с ними, если ты не готов принять решение сделать это на самом деле. Но начинай искать знаки и поддержку. Думай об этом. И в скором времени ты увидишь, что время настало. Тогда бери и действуй. И я очень верю, что именно эти слова для тебя станут стартом к новому расставанию и непременно потрясающей встрече. Верю. Сравнивать будут всегда. Вопрос с кем? На кого ты хочешь быть похожа, когда вырастешь? Помнишь вопрос, который так часто любили задавать нам в детстве? На себя. Всегда просто отвечала я. Ну а зачем мне быть на кого-то похожей? Я одна такая. Пришла в этот мир, чтобы проявить и выразить себя. А не для того, чтобы быть на кого-то похожей. Интересно, но такое мышление я встречаю отнюдь не часто. Почему-то для многих людей очень важно быть на кого-то похожим. Позже вырастая, мы так сильно привыкаем сравнивать не только себя, но и уже других, что даже не верим, что разным людям могут приходить в голову одинаковые идеи. Что нормально, когда у людей возникает желание совершать одно и то же действие. Вот только делать они его могут по-разному. Ну а то, что есть те, кто банально копирует, тоже нормально. Ведь для того, чтобы научиться круто петь, ноты придется учить все те же. Поэтому наша привычка сравнивать не что иное, как очередной якорь, который прочно прикреплен и навязан нам какими-то стереотипами. Обычно люди делятся на две категории. Тех, кто сравнивает и тех, кого сравнивают. Это я отследила весьма точно. Безусловно, я не раз слышала сравнения в свой адрес. Кто-то смеялся и говорил, что я кого-то повторяю. Многих в свадебной сфере называли моими копирками, только потому, что люди отважились на то, чтобы громко о себе заявить. Мне же, как ты уже помнишь, всегда было все равно. Потому что, когда знаешь, что ты и куда идешь, разговоры за спиной тебя только подогревают. Говорите и желательно погромче. Меня это только разжигает. Порой я слышала и другие сравнения, которые касались не того, что я кого-то копирую, но и банального сравнения превосходства. Нам кажется, что вот этот конкурент лучше, чем ты. Ну, раз вам кажется, это прекрасно. Я ведь не заставляю вас думать иначе. Я это я. Весьма уверенная в том, что делаю, для кого и как. И если это вам не подходит, прекрасно. Вы только что стали шаг на ближе к тому, чтобы понять, что же все-таки ваше. Но, скажу честно, в свадебном бизнесе, где я завоевала себе имя, меня никто не сравнивал, потому что я стала несравненной. И чаще сравнивали со мной. Мое появление на YouTube, конечно же, вызвало аналогию с самым популярным на тот момент бизнес-каналом. Вообще это интересная вещь. В какую бы нишу ты ни заходил, если заходишь круто, тебя всегда сравнят с лидером направления. И это само по себе прекрасно. Ну, представь, заходишь на рынок сладких газированных напитков, а тебе тут же, да вы точно как Кока-Кола. Но ведь офигенное сравнение. Лично меня заряжает. Поэтому я вообще не против этого и никогда не оправдываюсь. Просто иду, ищу и развиваю тему, в которой мне хорошо. И обязательно дохожу до того момента, когда сравнивать начинают со мной. Когда ты просто повторяешь, ты, как правило, достаточно быстро себя исчерпываешь. Кроме того, за реально крутыми проектами особо и не угнаться. Уж слишком они самобытные и креативные. И пока ты копируешь, они уже изобретают более крутые и яркие форматы и проекты. Поэтому гораздо лучше найти свою тему и развиваться по собственноручно заданному сектору. Я привыкла делать именно так. Ну, как ты понимаешь, сравнения не должны тебя пугать и останавливать. Сделать это может лишь твоя трезвая оценка, что ты реально копируешь и не способен ничего сгенерировать самостоятельно. Вот повод остановиться и подумать над тем, твой ли это путь. И все-таки поискать то, что сможет выделить тебя, возможно, в другой нише. Когда ты находишь свое, идеи фонтанируют быстрее, чем ты способен их воплотить в жизнь. Ты то и дело передумываешь что-то интересное и увлекаешь клиентуру за собой. Поверьте, в такие моменты людям будет не до сравнений. Они будут полностью поглощены тем, что ты делаешь. Ну, а если и будут, то с лучшими. Запомни простую вещь. Чем быстрее ты будешь развиваться, тем крепче будет становиться твой внутренний стержень. Иммунитет к любым разговорам вырабатывается сам по себе. Мне уже сложно вспомнить те периоды, где меня обижали бы подобные дискуссии. Я регулярно получаю десятки, а порой и сотни комментариев и не всегда приятных. Как ты понимаешь, я же сама выбрала этот путь, и я знаю, зачем я следую ему. Так же, как и знаю, как многим людям помогаем меняться. Порой они даже сами этого не замечают. Поэтому цель оправдывает средства. Говорят, нет несравненных людей. А я все же верю, что есть. По крайней мере, одну такую я точно знаю. Люби и уважай себя. С этого начинается любой путь к успеху. Я и Ютуб. История любви. Я написала, кстати, эту книгу, когда начала заниматься Ютуб-каналом своим, вести бизнес-шоу. Поэтому здесь такая, чтобы вы понимали, немножко настроение. Наверное, именно с этой главы начинается моя особенная история. Я не знаю, что будет на тот момент, когда эта книга попадет к тебе в руки. Но я точно знаю, что настоящая любовь выглядит так. Многие на протяжении всей жизни ищут того единственного партнера. Половинку, с которой должно быть хорошо. Мы представляем, какими качествами он обладает, как выглядит и о чем мы сможем говорить бесконечными часами. Примерно так случилось и с нашей парой. Я мечтала заставлять людей меняться, зажигать человеческие сердца, реализовывать свою энергию и умение доносить важные мысли, меняющие жизни. И вдруг все это случилось в одной части. И что самое интересное, это случилось не с Ютубом, а с рерайтером жизни. А Ютуб стал просто площадкой коммуникации. Но в этой книге я еще об этом не знаю. Забавно, но мы были знакомы давно. И я всегда чувствовала, как сильно нас друг к другу тянет. Каждый раз, садясь в машину и записывая новое видео, я чувствовала себя реально счастливой. Но не понимала, в чем же дело. Как это можно превратить в бизнес? Пока однажды все пазлы не сошлись. Интересно, как очевидные вещи приходят к нам не всегда быстро и не всегда просто. В очередной раз, заглянув на Ютуб и пересматривая разные блоги, у меня в голове внезапно сложилась история, кто я, чего хочу и каким образом мы можем сделать это на Ютуб. Признаюсь, в этот момент я одновременно почувствовала себя самым счастливым и несчастным человеком. С одной стороны, мы нашли друг друга, с другой – столько времени и денег потрачено зря. Многие считают, что Ютуб не может быть бизнесом. Еще больше людей не имеют ни малейшего понятия, как непросто развить канал и получить целевых подписчиков, особенно по бизнес-тематике. К примеру, детские каналы имеют самую крутую аудиторию. Думаю, понятно почему. Дети с удовольствием смотрят мультики, огромное количество анимационных постановок, которые создаются на подобных каналах. Хороший канал имеет миллионы подписчиков и еще больше просмотров и прилично монетизируется самим Ютуб, который выплачивает деньги за просмотры. Но вот сама аудитория не является суперплатежеспособной, хотя и разводит родителей. В целом, привлечь подписчиков на детский контент в разы проще, чем на умную тему. Но все равно, чтобы добиться серьезных результатов, нужно тоже очень слабо потрудиться. Поэтому забавно читать комментарии тех, кто говорит, что мое количество подписчиков не указывает на то, что канал очень хороший и вообще медленно как-то прибавляю. Признаться честно, я тоже не совсем понимаю алгоритмы Ютуб. В какой-то момент я получаю большое количество просмотров у подписчиков, какое-то совсем иное. И это странно, учитывая, что я постоянно экспериментирую и выпускаю много очень качественного для сети контента. В какой-то момент у меня даже стали опускаться руки минут на 20. Это вообще про меня. У меня всегда, если опускаются руки, то минут на 20. В какой-то момент я получаю... Так, сейчас... Но потом в который раз повторяю любимую мантру. Дорогу осилит идущий. И перестаю смотреть на количество подписчиков, сосредоточившихся на тех, кто уже меня смотрит. Такое интересное наблюдение. Мы постоянно думаем над тем, как привлечь новых клиентов. Но при этом забываем, что самые ценные – это как раз те, которые уже обратили на нас внимание. Ведь они уже нас поддерживают. Поэтому я полностью сосредоточилась на существующих зрителях, отлично понимая, что новые обязательно подтянутся, если мой продукт будет ценным и полезным. Экспериментировать и искать себя крайне важно всегда. На Ютуб это делать особенно интересно. Ведь всегда существует аудитория, которая в течение нескольких часов после выхода ролика обязательно напишет свое мнение. Многих ты уже словно знаешь, а значит ценишь их мнение. Меня никогда не расстраивают негативные отзывы, если они конструктивны. Хотя не скрою, что когда люди просто сосредотачиваются на недостатках, высосанных из пальца, это очень неприятно. Прежде всего потому, что ты не понимаешь, услышали ли люди главное, что ты хотел донести, или больше париться тем, где не идеальный кадр или звук. Влог – это не кино, влог – это жизнь. А жизнь, как известно, отнюдь несовершенное явление, и тем особенно прекрасное. Поэтому мы не стараемся делать все слишком пластмассово. Знаешь, как клубника зимой – огромная, идеально красная, но совершенно безвкусная. Это не мой подход. При запуске канала я отлично понимала, что этот проект окупится не сразу. Скажу больше – не знаю, когда окупится. В тот момент, когда мне захотелось купить крутую аппаратуру, несладкий период переживала другое направление бизнеса, куда уходили все деньги. Поэтому мы приняли решение продать мой первый Lexus. Кстати, машине почти исполнилось тогда 10 лет. Это особенный автомобиль, который когда-то помог мне полностью изменить жизнь, и я решила, что пришло время ему сделать это еще раз. Мы часто становимся перед выбором, несмотря на то, что я не люблю выбирать. Порой его необходимо сделать. Рискнуть и взлететь, или так и не узнать, мог ли состояться этот полет. Принять вызов или отступить. Сразиться или изначально признать себя побежденным. Я – игрок, и предпочитаю сражаться и выигрывать бои. Поэтому я и ввязалась в эту историю. Я честно скажу, что не имею ни малейшего понятия, когда я выиграю, но определенно знаю, что это случится, потому что других вариантов я даже не рассматриваю. Есть много людей, наблюдающих за мной, но гораздо меньше тех, кто при этом еще также самоотверженно действует. А это важно. Я верю и знаю, что мой первый миллион подписчиков мне за горами. И, скорее всего, это случится стремительно и в какой-то момент. И пока я активно его ищу, пробую и наслаждаюсь. Ведь однажды я уже совершила ошибку, приняв все как вызов, но забыв о наслаждении. И это закончилось тяжелыми депрессиями и разбитым состоянием. Сейчас я стала старше, мудрее и осознанней. И я правда наслаждаюсь всем, даже провалами, природу которых не всегда могу объяснить. А сейчас я могу объяснить природу всех своих провалов и всех своих взлетов. Видите, два года назад я написала эту книжку, стала сильно мудрее. Я знаю одно. Но если знать, где твоя цель и идти к ней, то рано или поздно вы обязательно встретитесь. А сейчас я знаю, что если ты знаешь, где твоя цель, то ты придешь к ней очень быстро. Если будешь ежедневно над этим трудиться вот здесь, а не во внешней реальности. Вот это я тоже очень знаю сейчас. Когда мы стали рассматривать название канала, к нам в голову приходила масса идей. Но в какой-то момент мой муж сказал, ты зажигаешь других, значит ты зажигалка. Интересно, но на данный момент мем активно подхватили мои зрители, и я поняла, что мы попали в точку. Я лев по гороскопу, огонь моя стихия, и я сама никак лучше не могу охарактеризовать себя. Я зажигаю других, вспыхиваю сама. И если меня слишком много, способно сжечь тех, кто вокруг. Поэтому даже то, что YouTube не дает раскручивать название канала, так как оно является вредным для здоровья, нас не остановило. Да и что может остановить женщину, которая знает, чего она хочет? Моя большая цель. Боже, какая длинная книжка. Моя большая цель. Но ты же помнишь, чему учат на тренингах? Найди свою большую цель, зажги маяк. Вот только понимаешь, высасывать ее из пальца как-то особо не работает. Поэтому я рекомендую тебе не мучиться и не делать ничего искусственно. Просто начни думать об этом. Почаще спрашивай себя о том, что тебе нравится. Представь, что у тебя нет никаких проблем, включая материальных. Чем именно ты бы занялся тогда? Да, какая она, твоя идеальная жизнь? Опять-таки, вспоминая времена своего детства, я помню, что никто не учил нас мыслить так. Нас постоянно подставляли под шаблоны того, какая профессия престижная или хорошо оплачиваемая. Никто не учил нас прислушиваться к себе. В третьем классе я попала в детский народный ансамбль. Там были разные группы, балет, хор и оркестр. Пришли ко мне в школу, прослушали меня и пригласили в хор. Я же хотела танцевать. Почему моя мама не повела меня в танцевальную дверь? Я до сих пор не понимаю. Я очень расстроилась, но провела до 10 класса несколько ярких и счастливых лет, гастролируя по всему миру. В 10 классе со всех сторон то и дело звучал призыв определиться, кем ты хочешь быть. Для меня это было настоящим испытанием, потому что я реально не знала. Знаешь, я до сих пор помню эти мучительные дни, когда мне в одночасье нужно было решить, кто я. Это повергало меня в состояние шока. Ну, представь, отличница, активистка, от которой все ждут правильного решения. Ответственного и значительного в 17 лет. В тот момент активно набирал обороты университет культуры. Ректор Михаил Поплавский привлекал студентов самыми креативными способами. Пел со сцены, снимал клипы, снимал смелые видео, давал интервью и рассказывал о профессиях мечты. Телеведущих, актерах, стилистов. Я очень любила смотреть рекламные ролики со звездами шоу-бизнеса, каждый из которых являлся почетным студентом этого вуза и привлекал абитуриентов яркими лозунгами. Но никому об этом не говорила, так как почему-то все учителя высмеивали его. Ну, конечно, взрослый мужчина, и тут вдруг столько энергии и креатива. В 11 классе мы с мамой решили, что мне нужно поступать в серьезный вуз со знанием языков. И я пошла на подготовительные курсы. Каждый день после школы мы с моей подругой шли на эти занятия и занимались до позднего вечера. Год обучения стоил 1000 долларов. Огромные деньги для моей семьи. Мама на тот момент обеспечивала меня одна и деньги просто одалживала, потому что за год до этого очень серьезно заболела и ушла с постоянного места работы. На мне лежала колоссальная ответственность не просто поступить в вуз, но выбиться в люди. Я ходила на занятия, учила, старалась и была глубоко несчастной, потому что вопрос, кто я и кем хочу быть, меня не покидал. Но я твердо знала, что не люблю ни языки, ни права, ни другие предметы, которые в моем вузе были основными. Однажды в очередной раз, просматривая рекламу университета культуры, я вдруг представила себя студенткой этого яркого вуза. Вот я на сцене, вот я смеюсь с ректором, вот снимаю какой-нибудь репортаж. Мое сердце запело и тут же остановилось. Ну разве можно о таком думать? Меня же засмеют. Туда только двоечники должны поступать, тоже мне профессии. А потом я почему-то горько заплакала. Может мне стало себя жалко? Возможно я просто устала. Но в этот момент в комнату зашла мама и сразу все поняла. Ты хочешь в университет культуры? Я зарыдала еще громче. Ведь целый год я ходила на подготовительные курсы, на одолженные деньги, я не имею права подвезти маму. Благо мама у меня очень чувствительная. Она обняла меня и сказала, ну иди туда, это же твоя жизнь, ты лучше чувствуешь. Конечно, в университете, откуда я пришла забирать документы, все смотрели на меня как на ненормальную. Но я была очень счастлива. Через месяц я поступила в университет культуры. И знаешь, эта история не о том, как я нашла хороший или нехороший вуз. Это история о том, как я просто послушала свое сердце и пошла в сторону большой цели, даже не подозревая об этом. Я поступила на кафедру телевидения. И каждый раз с замиранием сердца ждала момент, когда включится камера, и я скажу всем. Всем привет, меня зовут Ольга Ермилова. Правда, фамилия у меня была другая. Буквально через год в мою жизнь ворвалась сцена, гастроли, съемки клипов в составе женской поп-группы. И целая череда событий, о которых я уже немного упоминала. Я постоянно ходила где-то рядом, но так и не могла понять и сформулировать для себя, чего именно я хочу, где я, где то, что может действительно помочь мне открыть или даже создать собственный мир. Близкое знакомство с YouTube дало мне ответы на эти вопросы. Знаешь, начинать всегда сложно. Начинать идти к большой цели, особенно если ты уже заметен, и есть те, кто не может себе позволить тебя не уколоть. Сложно, когда в чем-то ты уже был большим, снова спуститься вниз и начать новый путь сначала. Скажу даже больше. Возможно, если ты переживаешь, что тебя никто не знает, и ты пока никому не интересен, тебе будет проще. По крайней мере, морально. Потому что во всем остальном твой путь ничем не будет отличаться от моего. Тебе так же, как и мне, нужно будет делать выбор. Рисковать, придумывать и действовать. И ты, и я можем как выиграть, так и проиграть. Мы можем пережить сотни падений. И тут уже вопрос характера, у кого хватит сил подняться на один раз больше. Но когда ты под наблюдением, делать это и сложнее, и проще одновременно. Сложнее, потому что, как я уже сказала, все постоянно напоминают тебе, что раз ты так крут, почему у тебя так мало, много или вообще не так, как кажется им. А проще, потому что именно дополнительная энергия, которая формируется от того, что тебе вдвойне хочется показать всем и себе, чего ты стоишь и на что способен. Дальше идет мой рассказ о том, кем я хотела быть два года тому назад. Я хочу стать первой леди бизнес-YouTube. Хочу помогать тебе меняться и становиться другим. Я хочу открывать тебе твой собственный мир и никогда не сдаваться. Я хочу изменить твое мышление. Вот это, наверное, правда. Я хочу изменить твое мышление и убрать в тебе те мысли, которые делают тебя бедным и несчастным. Вот видите, я очень хорошо знала, чего я хочу, но я никак не могла понять, как я это сделаю. И мне каждый раз казалось, что так. А казалось, что нет, что это был не YouTube. Поэтому обязательно подписывайся на мою рассылку, а еще лучше тра-та-та. Да, не буду это читать. Я верю в то, что мы все можем изменить. И я обязательно это сделаю. Сегодня, через год или через пять я готова пройти этот путь, потому что он мой. Знаешь, я плохо переживаю отказы. А мне тоже отказывают. Порой мне кажется, что люди отказываются не потому, что я предлагаю им что-то неинтересное. Иногда я чувствую отказ в моменте того, чтобы это не принесло случайно пользу для меня. Я называю это завистью и наблюдаю таких людей, как женского, так и мужского пола. Но я не воспринимаю это как обиду. Я просто знаю, что, видимо, это не мой путь, и мне нужно создавать свой мир, свой голубой океан, в котором я сама буду выбирать, какие судна швартовать, а какие оставлять в бесконечной очереди. И да, я достаточно дерзкая в бизнесе, да и в жизни. Но настоящую дерзость могут позволить себе немногие. А я могу. И рекомендую тебе тоже ее приобрести. Несколько лет практики, падений и роста, и поверь, вы отлично подружитесь. Я не согласна со многим то, что здесь сейчас написано. Не согласна. Сейчас я понимаю, что никто в мире не хочет мне зла, и никто обо мне вообще не парится на самом деле. Это наши комплексы заставляют нас думать, что кому-то есть до нас дело, и кто-то хочет нас уколоть. Это наши личные проблемы, наши личные вопросы. Когда мы разбираемся с этими вопросами, понимаем, кто мы, и понимаем, как мы устроены, и понимаем, как мы думаем, и понимаем, как устроено наше мышление и сознание, и как мы можем на это влиять, мы этой хернёй не страдаем. У нас нету на это времени, у нас нету желания. Мы понимаем, что это ничего нам в жизни не даст. Что я поняла о жизни в свои 35? Скоро я буду писать, что я поняла о жизни в свои 37. Итак, послушаем. О да, на момент написания книги я плавно подгребаю к 35. Я не знаю, что означает эта цифра, но она меня не пугает, потому что я достаточно мудра, чтобы понимать, что цифры – это всего лишь цифры, и важны результаты. Мы привыкли оценивать результаты в цифрах. Сколько зарабатываешь, а лучше, сколько можешь позволить себе тратить. И да, это реальный факт. Но мне же почти 35, а значит, я должна смотреть чуточку глубже и знать чуточку больше. И вот, что хочу сказать. Цифры не делают тебя счастливым. Всё-таки не они. Любимые дочки, муж, родители, настоящие друзья – всё это гораздо ценнее, и их точно не купишь за деньги. Возможность ходить, дышать и быть здоровым – ещё одно недооценённое богатство нашей молодости. Но я с каждым днём всё больше осознаю его ценность и важность. Мы часто забываем об этом, но всё же важно помнить, что ни одна самая дорогая машина, ни яхта, ни самолёт или собственная страна не доставят удовольствия, если мы будем больны и одиноки. Есть истинные ценности, о них я помню всегда. Тогда, когда снова не получается, когда не могу себе позволить прямо сейчас то, что очень хочется, когда в очередной раз устаю и думаю послать всё к чертям, когда всё-таки позволяю себе принять чужой негатив и начинаю себя жалеть. Такие моменты происходят нечасто и всё же бывают. Поэтому об этих истинах я напоминаю себе всегда, чтобы помнить о главном. И всё же жизнь – это прекрасное приключение, захватывающая игра. И я предпочитаю играть, нежели наблюдать за ней в стороне. Поэтому я рискую и ошибаюсь. Но часто и выигрываю еду ва-банк. Мне так и не довелось побыть ни дочкой богатых родителей, ни содержанкой, ни даже женой богатого мужа. Длилось это очень недолго. Я никогда не покупала себе дорогие украшения и весьма часто стояла перед выбором, который ненавижу делать. Многие считают, что жизнь таких людей, как я, она очень лёгкая и яркая. Но я предпочитаю оставить только слово «яркость». О лёгкой жизни я даже в сказках не читала, да и не знаю, нужна ли лёгкая жизнь. Нужна. Нужна. Дура, что ты это написала, девочка, дура. Жизнь нужна сознательная, мудрая, развивающая, трансформирующая нас из одного уровня сознания в другой. Это умная девочка написала. Возможно, если бы она реально была лёгкой, нам так и не довелось бы познать и развить себя. Ну, может и умная. Ведь всё самое интересное с нами начинает происходить именно тогда, когда действительно сильно надо. И это правда. Мы почему-то начинаем действовать только тогда, когда жизнь нас берёт за жабры. Это удивительный факт, но действительно так происходит. Мы не можем себя почему-то заставить действовать тогда, когда всё хорошо. Мы не можем оценить хорошие отношения, которые есть. Мы не можем оценить ценность дружбы. Мы начинаем к чему-то прилепливаться. Мы почему-то не можем оценить хорошее. Нам становится очень быстро скучно. Все, кто меня знает, знают, что это правда. Хорошие времена и взлёты в значительной степени расслабляют. Хотя я не скрою, что просто обожаю такие моменты. Состояние свободного полёта не менее прекрасно, чем гениальные идеи, которые рождаются у тебя по причине безысходности. Жизнь разная. И я бы не делила её только на чёрные и белые полосы. Вы же помните, что по этому поводу пишет мой любимый Зеланд. Но то, что вся жизнь состоит из спадов и подъёмов, научно доказанный факт. Поэтому я давно перестала сильно переживать, когда спад всё-таки наступает. Потому что точно знаю, подъём непременно будет. Сейчас я так не думаю. И не знаю, кто доказал факт, что в жизни есть взлёты и подъёмы. Я знаю, что мы полностью можем контролировать свою реальность. И вопрос просто в том, умеем мы это, хотим ли мы этому научиться или нет. Если мы этому научились, у нас не будет спадов. Я сегодня это твёрдо знаю. Сегодня я точно знаю, что нельзя изменять своему сердцу. Важно помнить о том, что только действия, порождающие в тебе радость и удовольствие, способны сделать тебя как счастливым, так и обеспеченным. Причём не только в материальном плане. А ещё я определённо поняла, что люблю все те возможности и ощущения, которые дарят наличие денег. Приятно, когда тебе не нужно рассматривать ценники в магазине или думать о том, что купить, а что оставить на следующий раз. Я ненавижу это делать. Абсолютный кайф садиться в самолёт и лететь отдохнуть, просто потому, что тебе так захотелось. Спать на самой лучшей постели, есть полезную здоровую еду и садиться за руль автомобиля, который не просто едет, но и доставляет удовольствие от того, как пахнет. Его кожаный салон, как деревянный руль соприкасается с твоими руками. Я прям свой новый Porsche вижу, а нога плавно выжимает газ, и ты летишь так, словно весь мир принадлежит тебе одному. Мне 35. И я точно знаю, что нет сильнее любви, чем любовь к своим детям. Нет слаще объятий, чем крепкие руки любимого мужчины. И нет ничего дороже, чем возможность каждое утро просыпаться здоровым человеком. Не знаю, какие мысли у меня появятся через 5, 10, 20 лет, но пока я ставлю перед собой большие цели и ещё так много хочу всего сделать. И я верю в то, что эта книга поможет не только мне. Прежде всего, она поможет тебе. Поверить в себя и не сдаваться, когда становится сложно. Идти к своей цели, когда никто вокруг тебя не верит. Знать, что получится в те моменты, когда совсем не получается. Любить людей, когда они относятся к тебе не так, как бы тебе хотелось. Ставить большие цели и верить в них, когда никак не можешь пробиться к маленькой. Важно воспитывать в себе эти стремления и верить, несмотря ни на что. Вера, умноженная на действие, всегда даёт результат. А с результатом уже можно работать. Пока ты сидишь и ничего не делаешь, нечего и исправлять. Подумай над этим. А с результатом уже можно работать. Благо, что именно это я поняла гораздо раньше. Не стучись в закрытые двери, детка. Вокруг полно открытых. И чем выше ты будешь подниматься, тем больше и чаще ты станешь это замечать. Сегодня я не там, где хочу оказаться. Но я в пути. А значит, я обязательно приду на свою новую вершину и поставлю на ней флажок. Ермилова зажигалка. Потому что я действительно готова зажигать всех, кому нужен мой огонь. И гореть так долго, сколько лет мне приготовила моя лучшая подруга жизнь. Мне скоро 35. И это всего лишь начало моей зрелости. Прекрасное начало. Продолжение следует. И напоследок. Почему у тебя, скорее всего, получится? Ты дочитал книгу до конца? Прожил её? Прочувствовал? Тогда ты точно стал сильнее. Ведь я писала её с этой целью. Я не знаю никого, кто бы желал, действовал и не получал. Так не бывает. Рано или поздно всё происходит. Потому что если масло долго взбивать лапками, получается сметана. Мы не всегда знаем, как именно это происходит. А теперь знаем. И даже не всегда способны заметить, что это произошло. Обычно кто-то другой нам говорит об этом. Задаёт вопрос, мол, как тебе сейчас? А ты такой не понимаешь, о чём это он? Чем сейчас отличается от того, что было раньше? А потом на минуту поднимаешь голову и видишь, как ты высоко. Как много всего сделал. Сколько ценностей прибавил миру. Да и возможностей стало гораздо больше. А как всё это произошло? Сам не понимаешь. Успех не приходит легко, как бы мы не хотели убедить себя в обратном. Перепишите эту фразу. Успех приходит легко. Не надо себе ставить этих программ. Когда он связан с любимым делом, это легче. Но количество отдачи собственной энергии в такие моменты максимально. Это правда. Не думай, что вершина это момент, когда можно расслабиться. Как только ты туда попадёшь, тебе каждый день нужно будет доказывать право быть на ней и становиться значительно лучше и эффективней день ото дня. У тебя точно получится, если ты не собираешься сдаваться. Если думать, для тебя так же естественно, как дышать. Если неудачи, ты принимаешь так же легко, как и удачи, и не убиваешься по ним. Если идти к цели, пусть и не по простому пути, доставляет тебе удовольствия гораздо больше, чем просто сидеть и бояться. У тебя точно получится. И перестань слушать тех, кто думает иначе. Наберись на конец смелости познакомиться с новыми людьми и перестать общаться с теми, кто тебя угнетает. Если ты живёшь с родителями, пусть для тебя станет мощнейшей мотивацией заработать деньги и снять квартиру, чтобы у тебя появилась возможность жить так, как хочешь ты. У тебя получится, потому что в твоей голове уже есть такое желание. А это не так мало. А сегодня я скажу, что это очень много. Первым моим очень страшным и взрослым решением стала покинуть музыкальную группу. За много лет я буквально лишилась собственного «я». Я мыслила только как часть коллектива, имея общее мнение и страх, что если я уйду, я буду неполноценной и никому не нужной. За одну ночь я приняла решение, что теперь всё будет иначе. Что пришло время мне стать просто Ольгой Ермиловой, без всяких там приписок кому-то. Я хочу принадлежать себе и брать ответственность за всё, что происходит со мной и моим именем. И это самое крутое, что я тогда сделала. Возможно, тебе тоже пришло время отпраздновать свой успех. Купи себе что-то вкусное или красивое. Подари этот вечер новому человеку. Себе. И не важно, мужчина ты или женщина, ты личность. И мир должен познакомиться с тобой по-настоящему. Найди свои таланты и прояви их. И у тебя непременно получится. Жалко, нету фанфар. Мы с вами зафиналили книжку всю. У нас получилось с вами 9 чтений. И вот такая вот она. Я была весьма не глупа в 35 почти. Тут даже мне 34, когда я её писала. Но всё-таки сегодня я знаю твёрдо одно, что наше сознание полностью программируемо. И если мы не программируем его сами, это делает кто-то другой. И несчастны мы и не имеем то, чего хотим, только по причине того, что нас запрограммировали другие своими программами. Нас программирует государство, нас программируют родственники, нас все программируют своим опытом. А мы сами не знали, что мы можем программировать себя самостоятельно. И наши успехи, то, что в жизни нам очень нравится, это происходит тогда, когда мы не выдерживаем и вкладываем в себя какую-то программу. Когда мы вдруг говорим, да я не хочу с двумя детьми жить с этим мужчиной, я уйду от него. Я не знаю куда, мне пофиг. Он говорит, ты без меня будешь тварью, ты умрёшь, ты пропадёшь, я не дам тебе денег. Ты говоришь, до свидос. И хлопаешь дверью. И в этот момент случается твой прорыв. Ты делаешь это тогда, когда ты уходишь с нелюбимой работы. Ты делаешь это тогда, когда ты делаешь какой-то риск, потому что понимаешь, что ты не можешь его не совершить. Но ты не знаешь, что это происходит, потому что в этот момент ты очень грамотно работаешь со своим мозгом. И энергетически очень силён. Сегодня я знаю, что с моим мышлением, моим мозгом можно работать постоянно. Работать каждый день. И я это делаю. И я в ближайшее время буду демонстрировать всем, как это делаю я, для того, чтобы показать вам пример. Я куплю новую машину не потому, что она мне нужна, а потому что я куплю её ради вас, чтобы вы увидели, что это возможно. Я перееду в дом, который обязательно у меня в скором времени появится, тоже ради вас, потому что у меня есть прекрасная квартира. Я буду делать очень многие вещи для того, чтобы показать вам, что так можно. Для того, чтобы убрать ваши ограничения и для того, чтобы вы осознали, что это возможно. Я сейчас, когда я писала эту книгу, я думала, что я застряну на ютюбе. Сейчас я понимаю, что всё, что я писала о ютюбе, по сути, относится к моему месту сейчас, как к человеку, который создал марафон, рерайтер жизни, который полностью в эту историю погружён. И те, кто его проходят, знают, что это уже не просто марафон. И мною это настолько движет, и такое ощущение, что у меня появился пульт управления от моей собственной жизни, и я могу полностью этим управлять. Это невероятное сознание, и я хочу научить этому людей. Я хочу, чтобы много людей проснулось. Мне не нравится, когда люди зависимы от карантинов, мне не нравится, когда люди зависимы от мнения других людей. Мне вообще не нравится, когда люди от кого-то зависимы. Мы ни от кого не должны быть зависимы. Мы прекрасные создания, мы часть вселенной, мы её дети. У нас есть свой разум, и мы можем распоряжаться своей жизнью, как мы захотим. Я, когда писала эту книгу, ещё этого не знала. Я даже год назад ещё этого не знала осознанно. Я не понимала, как это работает. Здесь написано очень много фантастических историй. И уже сейчас, понимая, как работает наше сознание, как работает наш разум, я понимаю, почему у меня получалось. Но это получалось неосознанно, это получалось от страха. Потому что всю книгу я рассказываю вам, что я бежала от бедности, я бежала от своих страхов. Сейчас я перестала бежать от, сейчас я стала бежать к. Я иду к своему успеху, я иду туда, где мне страшно хорошо. Мало того, пока я иду, мне уже хорошо. И это мега круто. Поэтому, если вы еще не были в рерайтере жизни, если вы хотите изменений, если вы хотите научиться управлять осознанно своей жизнью, своим разумом, понимать, что происходит, перестать быть зависимым человеком, которого постоянно угнетают и все время ему рассказывают, какой он не такой, что он не так делает, что у него не получится, что он должен думать, что он не должен быть. Это страшно утомляет. Поверьте, это сильно тяжелее жить так, чем брать свою жизнь под собственный контроль, когда ты понимаешь, чего ты хочешь и как тебе это получить. Все ограничения в нашей голове, наше бессознательное и сознательное мозг воспринимает одинаково. То, о чем вы мечтаете и то, что происходит в вашей жизни, для нашего подсознания, точнее даже сознания, это одно и то же. Ему все равно, происходит это с вами или нет. Просто, когда вы даете ему такую программу, чего вы хотите, он начинает это искать и притягивать вашу жизнь. Да, для этого нужно практиковать свой мозг, да, для этого нужно убрать негативные установки, да, этому нужно уделить время, да, нужно очень четко, как мы делаем на рерайтере жизни, сформировать свою жизнь, продумать, чего вы хотите. Да, это страшно, потому что иногда оказывается, что вы хотите не того партнера, с которым вы живете, вы хотите не тот город, не тех людей, не тех друзей, вы все хотите другое. Но ведь это же круто, вы можете это получить, вот в чем прикол, это уже научно доказано, мы сейчас с рерайтерами очень глубоко копаем, все доказано. Я в ближайшее время буду проводить на следующей неделе вебинар, будет информация об этом, приходите, где я буду детально об этих вещах рассказывать, как устроено это все. Но самая хорошая новость в том, что вы можете получить все, что вы захотите, это не фантастика, это абсолютная правда, и это управляемо. Если вы не хотите этого слышать, то только потому, что ваши убеждения вас затупили, вы будете находить все время подтверждение только тому, ваш мозг будет так искать, ваша поисковая система, что это все фигня, это все не работает, это все бред, это все вообще фокусники и фантазеры. Но подумайте на секунду о том, что если это все правда, что если вы можете перетянуть в свою жизнь абсолютно все, что вы хотите, и делать это достаточно быстро. Что если вы можете избавиться от всего того, что вас угнетает, включая ваши болезни, состояния какие-то внутренние и так далее. Что если это правда, что если вам никто для этого не нужен, вы просто должны научиться это делать, просто получить инструменты. Это работает. И только ваш выбор, делать его, какой выбор вы сделаете, это ваше решение. Как правило, такой выбор делают те, кто слушает и кому екает, потому что если вы слушаете, значит вы не случайно слушаете, значит вы почему-то должны были попасть на этот эфир, должны были это услышать. У вас уже ваш мозг на это настроен, он уже ловит эту чистоту. Те, кому это не надо, они не приходят на эти эфиры, они слушают и говорят, бред, пишут плохой комментарий или не пишут никакой и уходят. Если вас цепляет, значит вы меня притянули почему-то, вы притянулись к этому эфиру, вам почему-то надо было оказаться в это время, в это место или посмотреть это в записи. Это не просто так, ну поверьте, ну нет, уже никаких случайностей. Ни одно событие с вами не происходит просто так. Вы притягиваете это самостоятельно. Ваш мозг, ему нужна эта вибрация, он о чем-то думает и он притягивает, потому что вы властны над своими мыслями, вы просто об этом не знаете. Это как, знаете, уездить на машине и не понимать, как это устроено. Вот приблизительно такая же история. Я вас благодарю всех большое за то, что вы были со мной. Я вас жду на рерайтере жизни, 1 июня у нас новый поток. Присоединяйтесь обязательно, просто поверьте, что вам это надо. Если вас йокает, обязательно приходите, разберетесь в процессе, это охуятительно, точно вам могу сказать. Книжка моя, если кому-то захочется когда-то ее прочесть, она еще есть в печатном виде, ссылочки на нее везде есть. У меня на сайте, в инстаграме, везде, короче, в ютюбе. Находите, заказывайте. Я ее всегда присылаю с пожеланием и с личным автографом от автора. Вот, это так на всякий случай. Ну и, конечно, я вам всем желаю поскорее пробуждаться и переходить на рерайтер, потому что с этого начинается новый этап. Я сегодня это точно знаю. Люблю, целую, пошла, пошла. Гей-гей.